Эксперименты кувшин. Если только в Грузии так делают, больше нигде не делают, кроме заводов. Такие небольшие семьи. Например, в Испании, у которых в виноделии есть кувшин, но речь идет не о кувшине, а о самой технологии. Можно сказать, что технология с автоматом в Грузии. Почему? Она сложнее? Почему? Она трудоемкая. Катя, это каждые два часа должна мешать. Ну, знаете, потому что в Грузии никогда не... Вот главный критерий для Ивановича, что, когда мы признавались? Исторически, чтобы никогда не было срывов. То есть, несмотря на наш очень трудный исторический период, грузийский человек всегда делал вину. То есть, и это все по колено-поколено переходит, что вот, например, в Грузии очень трудно что-нибудь изменить, если в нем традиционно. Очень хорошо. Потому что все злоем становятся. И плюс еще, почему меняют? Потому что там же все естественно происходит. Если, как на природе, например, если изъят, ну, например, в больших фермах, когда там они сеют что-то, землю или что-то, многие ученики работают, много химических удобрений они используют. Но всегда, все равно плохая почва, чем, например, в лесу, где не нарушен естественный процесс. Поэтому... Нет, просто это, видимо, более долгий процесс изготовления вина, да? Так я понимаю. И сока быстрее получается? Да. Дело, наверное, не в этом. Дело более, значит, хорошее. Такое вино еще гораздо больше. Долго хранится. А, тоже хранится? Да. Очень долго. Потому что вот эти все ингредиенты, которые переходят из горшинцев, из ветков, да, они сохранены очень долго. Сейчас уже появились сульфики, да, там добавляют в сульфиках или фильтруют стерильно, и поэтому можно хранить долго. Ну, естественно, только таким способом можно. Ага. Особенного я не делаю в лесу. Они его уже не продают в лесу, а потом приедут. Еще разговаривают, да? А в лесу еще и выдают. Да. Конечно, в некоторых лесах уже, может, они используют эти бочки. А вы его, когда? Да. То есть вот вы его просто в бутылке раз...